здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена а ваше пожелание является путеводной звездой нашего канала вот когда я затронула тему про домового стали спрашивать а как например вот вы покупаете вторичное жилье или вселяетесь в новостройку как сделать так что жизнь в этой квартире или в новом доме была безоблачная замечательная прекрасно помните пожалуйста что подход конечно здесь несколько разный если это у вас новое жилье например вы вселяетесь в новостройку помните что здесь энергетику закладываете вы сами вот зашли вы в это жилище и начинаете вот безрукие строители там наваляли там наделали там отодралось там и так далее как только вы начинаете выпускать в эфир подобные вещи они помните пожалуйста непосредственно тут же оседают на стены вашего жилья вы уже их напитываете энергетика энергетика это вещь достаточно проникающий во все отверстия которые только возможно это для вас бетон монолит и кирпич это что-то такое огромное и собственно говоря крепкое до невозможности а для энергетики это ничего она просачивается буквально через эти предметы и наглухо в них оседает да вам быть может не все нравится но вы должны наоборот с оптимизмом сказать ничего страшного если там что-то не получилось я потом пересоберусь духом и силами переклеите обои и все будет хорошо и прекрасно ведь вам в этом доме надо жить как говорится если вы ранее не поучаствовали в том чтобы обои были наклеены как положено еще во время строительства и что-то вас не устраивало вы бы тогда и не покупали в эту квартиру но раз вы ее купили не надо ее заряжать негативом это что касается новостроя дорогие мои друзья прежде всего вы там первый первоначальный собственно говоря владелец и старайтесь наоборот минимизировать возможно и крепкие словечки которыми пользовались строители небрежность по отношению к вашему жилью и прочее наоборот говорите только позитивные слова еще раз напоминаю что стены дома это его тело как вы за этим телом ухаживаете как вы его заряжаете так потом вам и житься в этом доме будет а обстоятельства например если у вас покупки было вторичное жилье здесь совсем другая история дорогие мои друзья уже до вас тут жили люди они переживали свои радости но чаще всего радости как бы мимолетно проходит и уходит а вот негативные тяжелые мысли страдания переживания какие-то может быть болезни которые они испытывали в этом доме плотно и основательно ложатся на его стены так что ж вам теперь получается надо наслаждаться тем что вы получили так сказать в дополнение к своей покупке в некотором смысле никто никогда дорогие мои друзья не пользуются прямо с колес тем что получает все равно проходит какое-то обустройство но если мы говорим об энергетике этого жилища то прежде всего нужно произвести некий магический ритуал и не будем пугаться такого грозного названия это магия добрая бытовая обыкновенная которую делают все следующие люди прежде чем наконец-то обоснулись в этом жилье ну вы же помните пожалуйста что переклейка обоев это одна история это так сказать декоративная часть марлезонского балета а есть еще энергетическая вы не должны собственно говоря с ней жить и потом удивляться почему у вас не налаживается контакт с этим с этой квартирой прочее вы тут без году неделя можно сказать первые три минуты а до вас тут жили люди и у них тут много много чего бы происходило событий а до них может еще жили какие-то люди вот и представьте что впитывают эти стены и с каким багажом вы приобретаете свое жилье но это не значит что вы должны отказаться от покупки вторичного жилья есть методы простые замечательные и прекрасные вот мы сейчас о них и поговорим прежде всего дорогие мои друзья чистят жилище церковными свечами но прежде чем мы с вами по большому счету перейдем чистки церковными свечами я хочу чтобы вы уже перед вхождением в это жилье были позитивно настроены вот даже если вернуться например той же самой новостройки до того как вы будете переезжать вы обязательно предварительно походите посмотрите по комнатам и не ищите недостатки как вы поняли а представляете себе как счастливо и весело вы здесь будете жить вот где тут будет детское как тут будут резвиться ваши дети вот здесь вы женой будете смотреть телевизор какая светлая прекрасно будет у вас кухня визуализируйте то что у вас будет на самом деле даже если увиденное вами не соответствует этой картине самое лучшее думать о негативе а самое лучшее думать о позитиве так что теперь гуляя по собственному будущему жилью по своей новостройке вы теперь будете всегда в хорошем настроении с хорошими мыслями настраивать этот дом на то чтобы он радушно распахнул перед вами двери когда вы сочнете нужным туда зайти так что от мыслей дорогие мои друзья зависит огромное количество ваших успехов ну а теперь непосредственно к церковным свечам прежде всего пересчитав все помещения в своем будущем жилище вы покупаете свечи в расчет идут не только комнаты которых вы будете так называть спать это спальни там детская и так далее обязательно покупается свеча для кухни для ванной для туалета для коридора то есть никто не должен остаться без своей свечки и даже если у вас встроенная кладово в виде отдельной комнатки вы тоже для нее покупаете свечу так пересчитав все вы запасайтесь нужным количеством церковных свечей церковные свечи тоже разные бывают бывают парафиновые бывают восковые разоритесь пожалуйста на восковые свечи размер их не должен быть фундаментальный поскольку вам одной свечой работать в одном помещении они могут быть и тоненькие но обязательно должны быть из воска поэтому там пожалуйста в церковной лавке и поинтересуйтесь из чего сделана свеча и возьмите именно восковую чистка перед вселением дело исключительно ответственное особенно когда вы собственно купили так сказать вторичное жилье то есть second hand иными словами который принадлежал когда-то кому-то и не один год что необходимо сделать во первых вам потребуется чистая но не новая одежда почему так говорю потому что эту одежду вам придется после всего ритуала выбросить вам никто не должен мешать вы в эту квартиру перед вселением приносите например хозяйственное ведро тряпки вот моющее средство а далее начинаем колдовать перед тем как вы начнете что-либо делать со свечами нужно отмыть некоторые поверхности прежде всего окна можете вымыть из внутренней только стороны двери это все непременно и обязательно это оскопище окна входящей энергетики двери той энергетики которая внутри поэтому все это моется теплой водой с моющим средством потом насухо протирается так что у вас будет в этот день предостаточное количество работы напоследок после всего этого вам придется помыть полы первый раз с моющим средством горячей водой а потом холодной водой протирайте так что вот сколько у вас комнат только будет работать это подготовка к тому чтобы ритуал прошел на высшем уровне особенно напоминаю если в этом доме до вас жили люди так что в принципе это важный момент который нужно обязательно сделать здесь задействована например та же вода которая все смывает свеча символ огня которая собственно говоря заряжает это пространство так что тут нельзя ничего такого пропустить из вышеперечисленных во время этого мытья не забудьте пожалуйста что у вас должна быть обязательно покрыта голова у женщины платком то есть завязывайте себя удобно если же эту работу проделывает мужчина на голове у него должна быть кепка которую потом не жалко будет выкинуть помните пожалуйста после того как вы проделаете все эти ритуалы много негативного того что вы изгоните из стен своего жилища ляжет собственно говоря на ту одежду в которой вы все это делали вот почему мы ее выбрасываем и не только мы наши предки в том числе так что будьте к этому готовы и герметизируйте себя по полной программе зачем оно вам нужно хотите оденьте на руки еще резиновые перчатки то есть вся техника безопасности должна быть предусмотрена подобную работу нужно делать ответственно но и что еще важно желательно чтобы не было толпы народа так что самое ответственное и самое главное назначается для этого ритуала идет все это делает вот и не берет даже с собой домашних животных ни кота ни собаки в доме до вселения быть не должно так что уж вы пожалуйста на это настройтесь это такие важные моменты которые надо не забывать напоминаю про двери входной двери уделяете особое внимание ее надо мыть не только изнутри но и снаружи все непременно поскольку именно с наружной части дверей начнется ваш ритуал а что нужно для ритуала берете ту свечу которую предусмотрели для коридора вот выходите в тамбур или таким образом чтобы ваша входная дверь была перед вами помимо свечи вам еще потребуются иконы для женщин это икона Божьей Матери любая большая маленькая не имеет значения если ритуал проделают мужчины для себя то у него должна быть икона Иисуса Христа абсолютно любая которая ему нравится итак вы полностью готовы для того чтобы начать ритуал сначала освещаем наружную часть вашей двери вы ее прикрываете стоите перед дверью зажигаете свечу свеча у вас в правой руке иконка у вас в левой руке и начинаете свечу горящей рисовать крест крест рисуется сверху вниз и перекладина справа налево там где вы чувствуете что свеча при проведении линии вы не размахиваете ее ведете очень медленно начинает создавать треск подержите руку с таким расчетом чтобы лучше проработать это место огнем возможно на нем накопилось накопился негатив а потом закончите работу с этой свечой можете отправляться в коридор и начинайте обходить каждый угол собственно говоря вашего коридора особо задерживайтесь в местах где собственно говоря обычно накапливается энергетика позитивная она или отрицательная сейчас для нас не имеет никакого значения старайтесь проработать свечой угол как можно выше и практически до самого пола помимо того что вы проработаете углы не забудьте пожалуйста что вам нужно проделать ту же самую операцию то есть прорисовать крест на внутренней стороне вашей входной двери и так у вас дверь будет вами освещена при помощи церковной свечи с двух сторон сначала с нижней а потом с внутренней и соответственно все углы коридора более того сила вашего магического действия ну обычного христианского вы же прекрасно понимаете я же никакие вас дебри не завожу это обыкновенная символика христианская нам весьма знакомая было бы очень хорошо читать отче наш один раз вы его прочитаете когда будете освещать дверь с внешней стороны освещаете читать отче наш и жизнь сильно не писи да светится имя твое да приедет царство твое ну в общем это я кстати в подборке молитв вам отче наш давала и легко выучить аналогично когда вы освещаете дверь с внутренней стороны вы опять читаете отче наш это усилит удесятирит ваши усилия по собственно говоря освещению этого жилья вы его делаете сами для себя для своих близких и родных так что здесь как говорится нету мелочей все надо задействовать по полной программе когда вы обойдете коридор по периметру особенно проработав углы еще раз совершите круг теперь вам нужно в каждом углу поставить огнем крест точно такой же как вы совершали на своей входной двери сверху вниз и слева направо и так поступить с каждым углом с этого момента ваш коридор освещен очищен от негативной энергии от тех бед страданий мучений которые возможно здесь переживали люди выяснение отношений их и прочих споров скандалов и так далее ради всего этого вы собственно говоря этим вопросом и занимались и помните что вы можете продолжать читать отче наш просто действуйте а отче наш читайте и желательно вслух а не про себя это гораздо более успешное чтение молитвы чем просто ее бубнить или например просто читать про себя так что вы находитесь в доме одни ни в чем себе не отказывайтесь как только вы закончили ритуал свечу эту загасили зажигаете новую свечу которая собственно говоря адресована в той или иной комнате и начинайте действовать помните что сначала вы обходите свое помещение по периметру задерживаясь в углах прожигая их собственно говоря сверху до низу до плинтуса вот а потом начинаете накладывать кресты кресты накладываются во всех углах а также напротив окон которые собственно говоря обязательно присутствуют в той или иной комнате там тоже накладываются кресты читается отче наш вслух с выражением с мыслью о том что вы хотите чтобы в этом доме было счастье уют и замечательная обстановка только так а не иначе и с верой в то что это поможет это старинные методы точно так же свои избы дома очищали наши предки молитва отче наш исключительно древняя молитва церковные свечи всю жизнь сопровождали людей верующих так что вы ничего не изобретаете ни в какой фанатизм не впадаете в конце концов вам здесь жить и надо понимать что вы делаете это с любовью с пониманием с верой и представляете в голове себе как здесь будет уютно хорошо и замечательно тем самым выжигаете то предшествующий груз который накопили эти стены и заряжаете позитивом то жилище в котором будете жить делайте его относительно стерильным пригодным для жизни именно вашей и вашей семьи так что здесь пропускать не нужно и так освещаем крестом углы дополнительно и окна которые присутствуют в этой комнате помимо всего с входной дверью в эту комнату вы поступаете так же как поступали с входящей дверью вы освещаете ее крестом изнутри вот читаю чинаж потом выходите с наружной части закрываете дверь плотно она теперь уже энергетически заряжена свечу гасите откладываете кто и первый переходите далее так вот по всему жилищу так что у вас работы будет предостаточная после совершения ритуала каждую дверь в которую комнаты которые вы поработали вы закрываете плотно вот и они должны быть закрыты открыты только те в которых вы еще не были вот таким образом обходится все жилье после того как у вас собственно говоря напоминаю что помимо свечи у вас все время во время ритуала находится в руках еще и икона когда все будет сделано вам нужно собрать свои агарки свечей а также воск который возможно накапал на пол во время вашего ритуала всякое может быть или ту плошку которую вы носили там под свечник который свеча вы все это выбираете и рекомендовано агарки а также остатки свечей носить в церковь если вы не знаете куда там положить просто положите там горят свечи и там всякие старушки помощницы этот в общем то воск собирают назад ну положите просто там в конце концов от глаз а потом они попадут в переработку и из них вновь сделаются церковные свечи ну так положено это самый трудный момент но вы изловчитесь дорогие мои друзья я думаю в конце концов тени святых горшки лепят вот таким вот образом ваше жилище очищено и готово для того чтобы в него вселяться и наслаждаться жизнью по полной программе оно теперь принадлежит вам не только по финансовой части но и по энергетической а вспомним теперь дорогие мои друзья почему собственно говоря первым в дом пускают кошку и вы обязательно впустите кошку может вы ее возьмете на прокат у своих знакомых но это прежде всего связано не с каким-то там мистическим ритуалом который не интересен никому и можно пропустить дело в том что коты первые знают где прекрасная энергетическая зона для того чтобы ею насладиться кот хотя он любит часто негативные зоны вот попадая в новое жилище засыпает именно там где самая лучшая энергетически прекрасная точка вот в наши предки именно там где засыпал кот ставили кровать вот кровать это место где человек отдыхает набирается сил выздоравливает и так далее и тому подобное соответственно кровать должна была стоять на самом лучшем месте где заснул кот если у вас там кровать ну никак не получается ну хотя бы поставьте кресло где вы будете сидеть или письменный стол за которым вы будете работать в любом случае кот указывает первый где у вас самое хорошее энергетическое место вот для чего раньше пускали кота и не более того есть еще один момент если вы удосужились узнать историю квартиры в которую вы вселяетесь вот и возможно вам кто-то сказал что хозяин умер и он возможно умер в стенах вашей квартиры энергетической чистки свечами тут она однозначно и бесповоротно нужна никто даже не обсуждает должна сопутствовать еще одна вещь вы обязательно должны заказать поминальную молитву в церкви и даже если вы не знаете как звали этого человека например скажите так вы можете сами там на специальном столе купить эту свечу и от себя сказать например что покойся с миром пусть земля тебе будет пухом человек который жил в такой-то квартире и умер этого будет вполне достаточно адресату ваша мысль долетит и это будет последний момент который снимет всякую тоску негатив который собственно говоря сопровождал процесс умирания так что информацию дополнительную жилье которую покупаете все таки лучше иметь на всякий случай если у вас такой информации нет а вы знаете что там жило достаточное количество людей и были пожилые просто поставьте свечу за всех возможно умерших в такой-то квартире пусть господи прости им грехи вольные и невольные и даруем царство небесное на всякий случай дорогие мои друзья худо не будет вот а не лихо будить а потом страдать от того что так вот произошло по невидению мы теперь все знаем и будем готовы во всеоружье так лучше и если уже разбирать окончательно старинные ритуалы на эту тему то церковное освещение при помощи церковных свечей это само собой разумеющийся не обсуждающийся и помните что после всего того что вы произведете в доме да вот до того как вы отнесете воск вы должны одежду которая с вас на вас была аккуратно снять свернуть ее в узел сами должны выкупаться и особенно помыть голову волосы которые все это накапливали и так далее в момент вашего ритуала энергетика двигалась по квартире и вы невольно тоже получили все что не нужно вода все смывает поэтому одежда в узел вы выкупались вот переоделись с этого момента спите спокойно но никакого негатива на вас нету а некоторые совету после этого церковного освещения так сказать проводить еще окуриванием зверобой зверобой трава бодрая вот зверобой оно в самом названии там без зверей то есть не просто пойди уничтожай все живое а звери здесь подразумевается энергетически те которые скопились тут в углах в плентусах и прочее может быть еще недостаточно было вашего усердия зверобой берется это сухая трава опять же та же мисочка вы еще можете дополнительно когда подождете зверобой собьете пламя чтобы только тлело обойти дополнительно ваше помещение это уже будет печать седьмая всем печать в печать еще последнее напоминание для вас во время всех этих ритуалов на вас должен быть нательный крест если вы никогда его не носили то сходите в церковь дороговизна креста здесь не имеет никакого значения маленький возьмите любой который на вас глянется а потом его и носите со спокойной совестью каждый христианин должен иметь на груди нательный крест время пришло но без нательного креста опускаться в это мероприятие категорически нельзя ну вот такая вот была история как подготовить жилище которое вы приобрели для того что там жить и все было здорово кстати для новостройок вся эта рекомендация тоже имеет место быть да там еще никто не жил но там были строители и мало ли каким они низлым тихим словом вспоминали будущих жильцов или ссорились между собой выясняли отношения что они там говорили все это надо снять и вот при помощи тех ритуалов о которых мы говорили вы свое жилище сделаете светлым и прекрасным тем о которой мы мечтали с вами была Елена доставка я вот не это что я не это вы у не это я это